Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжаем двигаться в сторону реактивности. Но прежде чем мы будем говорить по основной теме, я хотел бы показать некоторые дополнительные возможности. Смотрите, мы обычно работаем с JSON. Мы производим JSON-объекты, мы потребляем JSON-объекты. То есть JSON де-факто это некий стандарт. Но до JSON у нас был XML. То есть мы обменивались между приложениями, сообщениями в виде XML. И иногда, иногда, ну, зависит от проекта, вы можете попасть на проект, где вам придется потреблять и производить JSON. Я, вот смотрите, здесь мы отдаем JSON. То есть я продолжаю работать с тем же приложением, с которым мы работали, где мы потребляем... Breaking News вот последнее писали. То есть у нас же тут есть возможности взаимодействия с Mongo и с MySQL. Так вот, в Монго я оставил как было, то есть отдавать XML-ку. Ой, JSON. Но... Ой-ой-ой. MySQL я изменил на XML. То есть вот у меня отдается здесь XML-формат. Как этого можно достичь? Так. Для этого, для этого нам нужно сперва, сперва подключить следующие депенденции. Затем в нашу модель пометить вот таким вот JacksonXMLRootElements JacksonElementRootElements и автоматически все поля, все поля, все поля, как мы видим, все поля добавляются. И... Так. И наш контроллер один из методов, но я решил сразу корневой пометить. MediaTypeApplication.xmlValue MediaType, то есть вот из этой. Import и ProduceMediaTypeApplicationValue. А NoSQL и NoSQL вариант я пометил отдельно... Отдельным полем ProduceApplication.json. То есть по дефолту у меня все здесь методы будут отдавать XML, а если я захочу уточнить, я вот делаю это уточнение. Вот так. Вот так вот просто вы можете... Вы можете JSON изменить на XML. Но если вы видите, да, у нас, по сути дела, вот идет ненужное повторение вот этого вот. То есть фьючер, фьючер, крейтер, крейтер, нейм, нейм, айд, 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 айтем, айтем. То есть XML, он по сравнению с JSON, гораздо-гораздо многословней. То есть по сети у вас передается большее количество информации, что плохо. Ведь каждый из вас должен знать, что... Как это называется? Обмен сообщениями по сети – это наиболее медленный обмен данными. И его нужно по максимально... По возможности, по максимуму избегать. Собственно, XML просто проиграл. Просто проиграл гонку. Из-за своей неэффективности. Но иногда бывает, что он нужно. Ну вот, достался вам какой-то, например, legacy код. Или по каким-то... Я, правда, не знаю, по каким таким причинам. Но вот нужно XML. Вот, знаете, знаете, что вы можете просто... Сделать это очень-очень просто. Нужно добавить библиотеку. Библиотеки. Потом затем взять и добавить к модели, к вашей модели, вот такую простую аннотацию. И автоматически все поля. Естественно, поля вы можете исключать, добавлять. Там есть дополнительный... JacksonProperty. Если вам нужно, вы сможете уточнить. И в вашем контроллере нужно пометить методы или весь класс, что продюсер медиатайп. Нужно изменить медиатайп. Все очень просто. Так. Ладно, разобрались. Теперь я хотел бы еще быстренько сказать. Вот, смотрите. Мы вот настроили логи, и теперь у меня пишутся логи. Как вы видите, здесь дата, дата, да, меняется, как я говорил. Просто добавляется дата. И все это дело архивируется. Но дефолтный размер этого файла 10. 10 мегабайт. Вы можете его изменить с помощью данной аннотации. Также с помощью данной, не аннотации, а с помощью данных настроечных файлов настройки можно, можно здесь сделать более тонкие настройки на самом деле. Я надеюсь, вы покопались. То есть, вот, к примеру, можно уровень, уровень. То есть, смотрите, у нас же уровень есть инфо, инфо, ворд и эра. Можно настроить также уровень логирования, который вы хотите, чтобы осуществлялся, вот это сохранение происходило. То есть, можете, например, вы хотите записывать только ошибки. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Закрываю это приложение. Оно мне больше не нужно. И идем к нашему, к нашему реактивному стеку. Но прежде чем непосредственно совсем писать реактивность, я хотел бы, хотел бы, хотел бы, во-первых, нашел, нашел. Я вот это выступление еще полностью не смотрел. Я смотрел выжимки, текстовые выжимки из этого выступления. Сарелет or a reactive stack. То есть, the choice is yours or no, the choice is mine. Посмотрите эту лекцию небольшую, где Стоянович. Стоянович – это один из коммитеров, один из тех, кто непосредственно пишет Spring, рассказывает, что выбирать, что выбирать, какой стек нужен. То есть, это все, конечно, хорошо, что вы, но это иногда вовсе не обязательно. Итак, что здесь пишем в заключении, Стоянович? Смотрите, если ваше приложение… Ну, это согласно. Я выступление еще не видел, я вот вам прочитаю выжимки. Какой стек выбрать? Если у вас Spring, обычный Spring MVC работает хорошо, оставайтесь на нем. Это также хорошо, если у вас есть соответствующие депенденции. Если помните, я говорил, что нет MySQL, MySQL адаптера для работы в реактивном режиме. То есть, вот здесь про это и говорится, то, что у вас, если блокирующие депенденции, то лучше оставаться на Spring MVC стеке. То есть, не каждая библиотека, которую вы захотите подключить, способна работать в чистом реактивном стиле. А вы весь ваш путь должны построить таким образом, чтобы ваше приложение было по-настоящему реактивно, именно через реактивность. Дальше. То есть, если все работает, остаемся. Если у нас много депенденций, блокирующих, остаемся на MVC. Здесь еще также сказано, что используя MVC, вы можете использовать некоторые вещи из реактивности. То есть, вам, допустим, не нужно создавать полностью реактивного, и вы можете воспользоваться только некоторыми возможностями. Смысл все это переписывать. Так. Еще, еще я вот смотрел. Вот здесь строчка. Of course, imperative is easy until it is not. То есть, когда мы пишем вот классический веб MVC, мы пишем в императивном стиле, в императивном стиле. А императивный стиль, большинство из нас интуитивно, сразу, сразу в него въезжает, и нам легко рассуждать в императивном стиле. То есть, мы пишем код императивно, синхронно, и никаких проблем. То есть, когда мы переходим на новую платформу, нам нужно будет выучить некоторые новые идеи и научиться по-другому немножечко конструировать наши программы. И здесь, в реактивности, у нас присутствует функциональность. Функциональный подход. Ладно, чуть позже мы посмотрим. То есть, то есть, то есть, то есть, вот, это было, скажем так, за то, чтобы остаться, за то, чтобы остаться на стандартном стеке. Но если вы хотите, если вы хотите более бережно относиться к своим ресурсам, или вам нужна большая масштабируемость, то есть, вот, То есть, вам нужна максимальная эффективность. И самое главное, по-моему, это масштабируемость. Про то, что я вам говорил, вот, когда первый раз вот я начал рассуждать на тему веб-флакса. Масштабируемость, масштабируемость, масштабируемость. То есть, когда есть всплески, наплывы. И здесь, кстати, еще почему-то вот Стоянович пишет, что веб-флакс не обязательно быстрее, но лучше справляется с масштабируемостью и эффективностью использования железа. И с задержками лучше справляется. С другой стороны, я вот здесь... Так, не это. Вот, 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 вот. Я вот вам показывал уже вот эти картинки. Вот я нашел эту статью, где человек просто тестировал, тестировал, и здесь он в итоге вывод, 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 что реактивный стэк из Clear Winner. То есть, no chance, no chance для стандартного стэка, когда мы с большими нагрузками. То есть, вот здесь так он и пишет. Реактивный стэк у нас слегка, слегка... Эффективность его... Фу. Sorry, guys. And girls. Так, реактивный стэк слегка... Падает производительность, но у сервлес стэка она просто, просто па... Ух, катастрофически падает. Ммм... И вот-вот-вот про то, что я говорил чуть раньше. Ваши классические HDBC внутренне блокирующие. И очень мало количества бас имеют реактивных драйвера. То есть, Monge есть, Cassandra есть. То есть, если вы работаете с каким-нибудь... Не знаю... Ну, вот MySQL, MySQL, да? Я хотел бы изначально... Я вот не знал, что даже... Ну, то есть, если я хочу работать в чистом таком реактивном стиле, что мне нужна также и реактивная база данных. Драйвер реактивный. А в Москве в итоге оказалось нет. И вот... Меня, скажем так, поставили перед фактом, что теперь ты будешь юзать Monge. Окей. Но подгресс вроде как имеет. Вроде как имеет. Вот такие вот есть маленькие ограничения. Ну, и здесь вот так же говорится то, что реактивное программирование слегка-слегка. То есть, learning curve, learning curve. Короче, вам нужно изучить что-то новое. И вам нельзя использовать блокинг. Блокинг-блокинг-блокинг-блокинг. Так. Вроде... Вроде-вроде... То есть, вот на эту... Посмотрите вот эту лекцию. Она на английском, конечно же. Но, как я уже говорил... Можете, кстати, еще подписаться на Spring Developer. Spring Developer. Там... Там... Там, опять же, все на английском, но там есть live-video, live-кодинг. Live-кодинг. Помимо вот таких классических выступлений, где... Всякие-всякие клевые пиплы, классные пиплы рассуждают о... о Spring. Так же есть и гайды, гайды. Live-кодинг, live-кодинг. Так что, да, советую-советую присмотреться к нему. Но, но, там все на английском. Так. Так-так-так. Теперь я это дело закрою. Закрою. Так, мне нужно вот это, вот это. Это мне не нужно. И это мне тоже не нужно. Окей. Теперь. Теперь про реактивность. Про реактивность. Вот. Даже не знаю, с чего бы начать. Не знаю, с чего бы начать. Вообще, я бы вам посоветовал найти какой-нибудь ролик про... Про... Про-про-про-про... Ой. Ютуб, 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 Ютуб. Найти какой-нибудь ролик про... Рекс, Джава. Рекс, Джава или... Рекс... Вот что за... Что за гэм мне предлагают? Рекс, Джава. У-ру-ки. Ну, ну и посмотреть какой-нибудь, какой-нибудь из... Из этих уроков. Посмотреть какой-нибудь из этих уроков. То есть, про что... Про что... Про что есть реактивность. Или... Про... 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 А... Джава. Ой. Как там было? Сейчас, если я напомню. Не тонну. А, вот реактор. 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 то есть и посмотрите посмотрите вот какое видео про реактор про реактор чтобы лучше лучше все это дело понимать сам я еще и идеально в этом не бум-бум значит так реактивность давайте я вот не буду рассказывать вам про некоторое нутро на чем на всем это держится я надеюсь что вы посмотрите вот эти видео про которые я вам сказал все это хозяйство держится на паттерне publisher subscriber но но с backpressure backpressure так с обратным давлением то есть то есть сабскрайберы сообщают сколько они могут потребить информации каким-то образом так где здесь картиночка есть какая-то ладно здесь нет никакой картинки смысл в том что сабскрайбер он отправляет какое-то сообщение паблишеру в котором содержится некая информация которой сообщается что я могу потребить столько-то чтобы паблишер его не задавил сообщениями то есть backpressure обратное давление так называемое присутствует и и и и все реактивное программирование вот строится грубо говоря вот на этом простом паттерне мы мы не пишем стандартный стандартный код императивный типа выполнить первая строчка выполнить вторая строчка выполнить третья строчка нет мы создаем паблишеры и подписываемся на них паблишеры и у нас скажем так осуществляют основную работу и как только они сделали ее они отдают нам ответ то есть по сути дела по сути дела вот наш запрос это как будто мы взяли подписались на некое событие и там нас на стороне сервера есть очень большое количество паблишеров различ которые штампуют штампуют вам ответ и затем отдают они вам отдают как только они будут готовы вот я еще одним одной иллюстрации как про что про что реактивность реактивность про некий pipeline про некий pipeline то есть pipe это у нас труба в общем pipeline 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 то есть про про некую трубу то есть и есть даже pipe pipe архитектура в принципе мне ничего сложного вы просто у вас есть скажем так некая цепочка некая цепочка вот начальные условия конечные условия и здесь вернее начальные данные конечные данные и я вот они проходят через цепочку трансформаций для реактивного программирования методоза 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 за методоза 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 методоз Flux. Flux – это Publisher. Flux – это Publisher. То есть, вот, сейчас напомню. Вот мы писали в прошлый раз простой ResController, да, обычный ResService, но в стиле реактивного. То есть, мы давали Flux. Вот если мы зайдем вот сюда, во Flux, так, не хочет? Захочет. Лагает опять. Смотрите, смотрите, имплементируется Publisher. Publisher. То есть, мы как будто бы, мы как будто бы создаем Publisher. Мы создаем Publisher, которым мы будем давать некие инструкции, как трансформировать, как трансформировать наши данные. то есть, мы, мы, мы будем строить некий, некий вот такой длинный, длинный пайплайн. То есть, мы будем создавать некий поток преобразований. Это можно, это можно, в принципе, сравнить с javascript, стримами, то есть, с обычными javascript, стримами, как мы, вот, давайте, вот, то есть, arrays, так, ошибочку, стримы, и, 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 а, ой, ладно, давайте я какой-нибудь массив создам, пусть он будет 100, это, это, это не важно. Хотя нет, лучше, лучше стринг. Так, вот я создал массив, и вот, вот мы могли делать различные, различные функции, различные функции. То есть, вот, реактивное программирование, это, можно сказать, примерно, вот, про то же самое. Мы работаем с потоком данных. Мы работаем с потоком данных. Но, когда мы, вот, работаем с обычными javascript, стримами, да, наши данные здесь ограничены. Наши данные, они ограничены. И они у нас выполняются в одном потоке, в одном треде. То есть, вот, прямо, ну, вот, если мы, конечно, не указали параллель, то есть, там где-то, вот, если мы не указали вот это, то это, то подразумевается вот в одном потоке. А мы, мы, мы будем также создавать поток, мы будем также создавать поток своеобразный, но через, через флаксы, через паблишеры. то есть, давайте, вот, давайте я создам сейчас. Ага, так, зря я это удалил. Вот. флакс from array и здесь просто гигантское количество, гигантское количество методов, которые вы можете применить. То есть, вы также создаете, вот, можете, фильтр, затем еще что-нибудь, затем еще что-нибудь. Давайте. То есть, смотрите, каждый метод возвращает здесь флакс, 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 флакс. допустим, конкретенейт, то есть, вы строите некий, некий, некий поток, потом, некий список трансформаций, которые, через которые пройдет ваш, ваш, ваши данные. И в конце, в конце мы пишем subscribe, чтобы, ну, запустить данный поток. то есть, как стримы наши, вот эти джавовские стримы ленивые, пока мы не выполним какую-нибудь eager, eager операцию, то есть, которая не запустит наш, нашу работу непосредственно. Здесь вот используется функция subscribe, но нам ее писать здесь не нужно будет. За нас это сделает, то есть, spring, 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 spring. мы будем лишь описывать тип трансформации. Мы будем возвращать flux или mono. Flux это, как я уже говорил, это либо ноль значений, либо сколько угодно значений. То есть, это еще одно отличие от javovских стримов. Вы не знаете, сколько данных вы будете обрабатывать. Это может быть бесконечный поток потенциально. Например, вы собираете какую-нибудь метрику ежедневно от пользователей. и вы просто обрабатываете этот поток. Окей, то есть, мы, наши контроллеры, наши контроллеры, во-первых, они принимают реактивную структуру, реактивную структуру, то есть, flux и mono это у нас реактивную, и отдают реактивную структуру. То есть, принимает какой-нибудь паблишер, mono это тоже паблишер. Так, зря я зашел опять. Mono это тоже паблишер. Принимают реактивную структуру и отдают реактивную структуру. Я, кстати, здесь вот в прошлый раз не говорил, да, но он даже сам не знал. Здесь вот этот финт очень простой. То есть, сохрани все, сохрани все, здесь принимается как как mono, так и flux, а так как у нас здесь mono, мы, это же у нас, скажем так, и terrible, и terrible, мы просто берем первое, и мы знаем, что там будет, там будет то, что мы создали. То есть, вот этот метод классический пост, мы 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 просто отдаем то, что создали. То, что создали. То есть, сохранили и создали, и отдаем этот же ответ. Значит так, что мы выяснили? Мы выяснили, что мы работаем с реактивными структурами, которые мы организуем в некий, в некий пайплайн, в некий пайплайн. То есть, мы осуществляем некие трансформации. Вот здесь самые общие такие трансформации, то есть, контроллер, веб-клайн, это внешний ресурс. Это как мы будем вытягивать, вытягивать ресурсы из, из других ресервисов. Будем использовать веб-клайн. так, это если, это если, конечно, не путаю. Окей. Либо мы, либо мы можем, а вот конкретно контроллеры, например, мы можем создать, 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 свой, свой флаг, и отдавать флаг. То есть, мы всегда должны работать с некими, с некими паблишерами, с неким, с неким потоком трансформаций, а не с конечными жесткими данными, к которым мы привыкли. Еще одной иллюстрацией, я вот эту вам статью обязательно оставлю, почитайте. Здесь, скажем так, от начала, от начала, то есть, как от простых вещей, то есть, как прийти от паттерна паблишера с скрайберу, на которых у нас держатся Rx, Java и Project, 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 ой, реактор, реактор, реактор. А вот Spring использует реактор. То есть, вот этот, вот эти Flux, Flux и Mono пришли в Spring из реактора. Вот как работает все это дело. То есть, вот у вас This Timeline of the Flux. То есть, у вас вот какие-то данные и они пропускаются через, через операции, но вы не знаете, в каком это потоке выполнится. то есть, как только, скажем так, может обрабатывать, обрабатывается, может обрабатывать, обрабатывается. То есть, это очень-очень похоже на Java-стримы, Java-стримы. Ладно, надеюсь, надеюсь, какое-то представление получилось. Вот Mono. Ну, здесь Mono это одно значение, тоже можно пропустить его через цепочку трансформации. То есть, вот как пример приведен. То есть, создается у нас Publisher, мы его прогоняем через трансформацию, а потом выполняем, скажем так, метод, который все это дело запустит. То есть, мы подпишемся. Мы хотим ответа. Мы хотим ответа. Так, здесь немного про то, как все это дело улучшалось. Ладно, почитайте. Вот это, кстати, вот обратная стрелочка, это у нас про обратное давление backpressure, backpressure. Ладно, давайте, давайте покодим немного. 33 минуты. 33 минуты. Предлагаю покодить, покодить. Значит, смотрите, мы выяснили, что это обычные джавовские стримы. Так? Джавовские стримы, по сути дела, это некий функциональный подход. Некий функциональный подход. И да, и очень прикольная штука, вот те, кто любят функциональщину, должны будут насладиться, насладиться этим моментом, что мы можем написать наши контроллеры и наши ответы в функциональном стиле. т.е. вот через это, вот, скажем, вот через вот такой вот pipeline. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Давайте вот создадим нечто похожее, т.е. создадим это get, get by id, post и delete. Окей. Давайте, давайте. Для этого создадим папку fun, папку fun, от слова functional, то есть мы будем создавать вот этот вот код, который вот здесь перед нашими глазами, но немного в функциональном стиле. router config, router config. Едем, едем, едем. Окей. Теперь мы помечаем, что configuration config, figuration. Окей. Сразу заинжектим наш репозиторий private language repo так. И начнем создавать очень-очень простые наши функции. Так, мы начатся какой наш план создать get, post, get party, delete, ну, ну, пожалуй, пожалуй, на этом хватит патчить я не буду, потому что, потому что, потому что это в этом нет сложности. Создаем, создадим пин, пишем public, и здесь, и здесь мы отдадим вот такой вот необычный, необычный стиль. необычный, необычный тип объекта. router functional, router functional, router functional. так, пишем return, и начинаем штамповать. Чуть позже вы сейчас поймете, что этот router function делает, я вам специально не стал объяснять. route, скобочку открыли, и пишем get, открываем скобочки внутри, и описываем путь. Допустим, lan. Мы все это делаем, импортируем из Spring Web Reactive Function, 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 Function. дальше, дальше пишем. Здесь у нас два варианта. Вот статический метод мы вызываем. Смотрите, мы принимаем во-первых Request Predicat, Request Predicat. Request Predicat это значит у нас некий путь, некий путь. Вот мы написали get lan, get lan. И второе handler function, то есть обрабатывающая функция, которая принимает давайте зайдем, давайте зайдем. вот то есть это функциональный интерфейс, который принимает сервер Request, сервер Request, в котором будет содержаться вся необходимая информация о входящем запросе. То есть это похоже на HTTP Servlet Request, вот на объект HTTP Servlet Request, вот мы писали. Вот здесь то же самое. Те, кто работал с Play, то там знают, что они когда писали экшены, они писали экшены, там вот они использовали нечто очень-очень похожее, там у них метод, вот здесь можно было бы, я вот так могу написать, то есть это же у нас функциональный интерфейс, который принимает Request, поэтому я могу так писать лямбдой, то есть некий Request и здесь мы отдаем какой-нибудь ответ, то есть OK Body и внутри Body мы опишем, опишем, что мы собственно хотим отдать. Допустим, так, мне это надо все делать еще за то есть мы все импортируем вот отсюда вот из Functional Body мы используем наш репозиторий пишем find find all и и здесь мне нужно указать тип что это language 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 class класс вот 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 то есть тот кто работал с каким-нибудь функциональным языком писал какое-нибудь веб-приложение то есть это до боли знакомо Scala Scala Play это вообще практически в один в один ну не так классно выглядели как в Play но очень очень похоже то есть у нас есть request то есть вот здесь вы можете либо отдельно это вынести функцию например давайте вот это вот то что мы здесь написали отдельно вынесем функцию хотя зачем мне павлик давайте я private это моно сервер 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 респонс так импорт нуля и здесь get get all то есть мы сейчас вот это описываем мы пишем handler function который у нас принимает 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 некий реквест и отдает моно моно типа т т это у нас расширяет сервер response поэтому пишем сервер request request то есть вместо того чтобы городить все в одном месте мы здесь мы уже здесь можем описать не один метод а добавить еще and route чуть позже мы это сделаем мы можем выделить конкретную обработку в отдельный метод а можем все в одном месте то есть пишем return используем наш request request и и и так окей ой ой не то не то не request мне нужен я я формирую ответ нет а значит мне нужен сервер сервер респ 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 вот и пишу вот 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 это вот я вот просто скопирую лямбда и теперь я могу здесь просто использовать использовать лямбду то есть this и get all все то есть вот таким способом то есть вы можете прямо здесь в теле писать либо можете выделить то есть вот мы описали первый первый вариант как мы будем отдавать как мы будем отдавать кстати вот здесь можно например content type то есть здесь очень много но вы можете скажем так более более куки есть более тонко все это дело формировать но мы все это сделаем вот если вы ничего особенного не задаете это у вас рез контроллер скажем так получится в итоге это у вас получится рез контроллер я хоть здесь не явно не указываю но в итоге у нас будет мы будем получать джессоны и отдавать джессоны так теперь теперь я предлагаю смотрите мы мы вот в прошлый раз брали брали по имени доставали по имени доставали потому что у нас как называется то айди в монго оно ужасной строкой им пользоваться неудобно надо еще это надо это значение еще как-то знать поэтому я вот реализовали вот эту функцию find by name и давайте 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 добавим 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 еще один путь еще один раут то есть and раут здесь мы пишем снова предикат здесь мы указываем lan очень-очень похоже name и здесь нам нужно описать снова handle функцию handle то есть снова-снова handle function handle function который принимает некий request как мы уже и отдает некий response то есть вот нечто похожее но теперь нам нужно отдать отдать конкретное и мы вот можем просто вот вот это вот дело скопировать вот прямо отсюда только rec и каким образом достать значение мы пишем rec так где у нас под variable и здесь я указываю name только мне нужно я зачем-то я не то я не то посмотрел где я вот мне нужно было 5 by name fine by name и вот этот next мне не нужен и мне нужно еще указать указать ой у нас у нас же все это дело response то есть это все дело в респонсе поэтому я должен все это вот так вот так и здесь и здесь я должен отдать имя класса то есть language класс и вот это я должен делать здесь стереть все наконец-то написал разобрался окей окей то есть смотрите что у нас есть у нас есть метод get который вернет нам весь список есть get by name то есть который нам вернет конкретный конкретный я закрыл да я закрыл уже конкретный конкретный ух ты that's bad for me по имени теперь мы можем добавить еще один раут который что у нас сделать будет который будет постить допустим пост то есть снова импортируемся пишем по пути lan и здесь мы допустим давайте еще раз пост language и создадим этот метод то есть когда у вас более-менее большая логика чтобы легче читать все же лучше лучше вынести в отдельный метод и прописывать там все нежели городить все в одном месте потому что читать читать мягко говоря неудобно значит что такое у нас пост метод пост метод это значит нам пришли какие-то данные они так потерял свою мышку то есть как мы в прошлый раз делали у нас здесь придет так же моно так же некий паблишер которым мы скажем так подвергнет некой трансформации которые мы будем использовать значит значит пишем моно лангвич ага лангвич моно пост это это то что к нам пришло я сейчас пытаюсь из реквеста просто чтобы удобнее было реквеста достать боди 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 ту моно то есть к нам придут придут какие-то данные я их просто ради удобства таким образом забрал теперь теперь я пытаюсь их сохранить базу данных я пытаюсь их сохранить базу данных я конечно могу написать все вот return и все в одну строчку но давайте чтобы было в односерие более скажем так ясно напишем немного в императивном стиле пишем лангвич и здесь лангвич сейф то есть это то что мы сохранили в итоге и вот теперь 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 мы можем воспользоваться вот то что я вот тогда неправильно взял только мне нужно вот вот это и теперь просто возвращаем return 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 server response ok то есть я сделал по-простому возвращаем значит наш лангвич лангвич сейф и указываем что тип у нас вот такой вот все 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 просто то есть смотрите мы уже организовали метод get get by name и мы уже создали метод post давайте еще метод добавим and delete and delete delete у нас будет очень очень похож вот на эту вот на эту вещь то есть мы так же будем сперва сперва достанем а потом через flat map удалим хотел кстати вот кто вот плохо понимает flat map flat map да и все вот эти штуки все эти штуки типа фильтра мапа то есть вот эти функциональные вещи я вам настоятельно рекомендую пройти какой-нибудь курс по чистому функциональному языку и тогда все вот эти вещи вы будете щелкать как орешки потому что вот flat map вот функциональном языке это просто байн то есть это flat map вообще относится к монадам то есть вот фаскале что вы пишете так что flat map это про монады когда вы знаете что грубо говоря вот это по сути дела в принципе может быть монадой если законы выполняются определенные здесь все есть предпосылки для этого то есть я знаю что звучит все это как бы немножечко странно но если вот вы пройдете какой-нибудь курс пройдите курс по хаскелю и в принципе все вот эти вещи они станут ясными просто в джаве в джаве нет абстракции монада нет абстракции функтор то есть есть вот абстракции вот и терейбл есть абстракции терейбл но нет абстракции монады функтор а когда вы допустим они бы были бы и вы бы знали тогда бы у вас вот этих проблем с flat map и подобными вещами даже бы вообще не возникало бы вот например flat map для списка flat map для списка то есть он берет первый элемент и создает список а потом все это еще и flatten ладно не буду не буду скажу просто рекомендую пройти какой-нибудь курс какой-нибудь курс именно по функциональному программированию а не изучать отдельно лямбды и стримы джавские окей ладно мы немного отвлеклись и я хотел бы хотел бы теперь все это дело совершить функцией delete delete import import здесь я буду удалять удалять как в прошлый раз по имени name и теперь мне нужно написать request здесь я не буду создавать отдельный метод здесь прямо напишу значит language repo find my name здесь из request я достаю name path variable name скобочек конечно тут много не запутайтесь дальше я использую flat map в котором у меня будет что у меня будет у меня будет этот объект который возможно найден дальше поскольку я удаляю мы можем использовать no content так давайте я это импорт now no content build и здесь 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 language repo delete и l или ой сколько скобочек прямо 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 так где напоминает эту кложуру уже и если такого нет можно использовать вот такую switch if empty not found not found то есть это тип ответа это тип ответа not found built все 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 патч я делать не буду хватит этого хватит этого теперь давайте все это запустим и посмотрим как это у нас все отлично работает то есть мы сделали некий 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 контроллер скажем так но в таком функциональном стиле описали можно можно даже давайте я вот так вот чтобы как-то разделить вот то есть get get post delete окей запускаем 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 так мне нужен seurl seurl чтобы все это дело тестировать так напомню как у меня все работало раньше вот работало раньше вот 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 как все это дело работало раньше теперь мы окей теперь мы все это сделали вот привязали к этому наш функциональный интерфейс через вот такой метод срабатывает и вуаля мы видим все то же самое все то же самое все то же самое то есть вот наш метод get get all скала вот наша скала что там еще у меня было python а если я так веду а если я так веду и ответа нет и ответа нет окей значит вот наша общая теперь давайте вот я уже здесь прописал подготовил создаю c creator c future imperativa то есть создаю новый объект и как мы видим вернулся новый объект и сейчас мы здесь можем его лицезреть вот он то есть мы уже продемонстрировали три метода и сейчас нужен метод delete так не сюда зашел вот он delete и сейчас вуаля круто 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 все все работает давайте я еще python пайтон круто 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 и теперь так чтобы добавлю еще раз c c c добавлю еще раз c отлично здорово те кто любят функциональщину должны были ну немного порадоваться за java все же это очень очень похоже на java ой на такие функциональные подходы и вместо того что писать вот вот этот вот наш контроллер в стандартном стандартном виде мы мы можем мы можем написать некий некий бин и в нем функционально описать ответ ну я как любитель функциональщины мне лично это очень импонирует а когда я первый раз в своей жизни увидел java стримы я был правда я до этого еще не был с функциональщиной в восторге так что так что привыкайте обрабатывать коллекции вот таким вот образом через стримы то есть то есть то есть мы 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 создаем мы создаем некий некий поток мы создаем мы создаем поток трансформации на который скажем так когда мы создаем реквест мы как бы подписываемся на ответ то есть мы вот эти флагсы флагсы генерируем флагсы и они у нас потом срабатывают они каким-то образом комбинируются то есть мы вот здесь используем тоже флагс то есть вот монго репозитория у него есть реактивная возможность и он может отдавать сразу сразу в стиле в стиле моно и это очень важно очень важно чтобы ваша база данных также имела возможность работать в стиле в реактивном стиле иначе у вас ну скажем так не реактивность а не пойми что все весь путь должен проходить через 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 реактивность от а до я от контроллера то есть вот наш контроллер так что-то я а вот вот заблудился то есть к нам приходит моно затем мы пользуемся интерфейсом как его называем репозиторием который работает с моно и мы возвращаем моно то есть мы весь путь весь путь оборачиваем в реактивные в реактивные типы в принципе в принципе на самом деле мы могли бы поскольку мы уже знаем поскольку мы уже знаем что мы можем реактивные сущности на месте создавать from интерфейсом мы могли здесь воспользоваться обычным нереактивным репозиторием и это бы даже бы сработало но это не тот путь это не тот путь по которому мы должны идти у нас тогда платформа получается нереактивная не по-настоящему реактивного то есть некоторые участки они будут ну это 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 как искусственная нога это нога но она работает не так как натуральная нога окей так что что я тут еще хотел бы вам сказать напоследок 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 да оставлю вам эту вот статью почитайте настоятельно рекомендую посмотреть какие-то ролики про реактивное программирование про реактивное программирование где эксплуатируется данный паттерн паблишер с 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 мы мы создаем некий pipeline некий огромный pipeline то есть некий некий список трансформаций как java стримов вот нечто похожее только данные у нас могут поступать бесконечно бесконечном потоке бесконечном потоке ладно 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 на сегодня пожалуй все продолжаем продолжаем значит мы погружаться в реактивную платформу изучайте spring не забывайте о как я говорил в начале в начале видео о spring mbc то есть о сорвлетах но но начинайте начинайте активно изучать активно изучать реактивный стек see you next time м по м м Продолжение следует...